Дорогие друзья, всем привет! Это воскресная фишка рубрика, в которой мы с вами учимся собирать кубик Рубика чуть-чуть быстрее Сегодня вновь речь пойдет о Бертуэлт Итак, передо мной собранный кубик и перед вами тоже Я сейчас сначала покажу, как смоделировать ситуацию, а потом покажу, как я, собственно, эту ситуацию решаю Итак, поехали! Выгоняем пару пиф-пафом И теперь делаем смежные окошки То есть, таким образом мы переставим вот это ребро сюда Итак, сделали смежные окошки У нас получилась вот эта пара Решается она с этого положения очень-очень легко Ну, прямо очень легко, безо всяких перехватов Собственно, все Но, что делать, если эта пара попалась немного по-другому? Вот таким образом попалась пара То есть, все то же самое, но слот, в который она должна пойти, находится сзади Обратите внимание, вот он, передний слот Эта пара должна пойти назад Что же делать в таком случае? Конечно, можно сделать вот такой доворот И дальше все как обычно, правильно? Но, предлагаю вам не тратить время на вот этот вот неудобный ход Вместо этого предлагаю сделать очень простой алгоритм Сначала мы делаем вот такой вот ход РВ штрих Потом уводим нужное нам ребро направо Теперь поднимаем наш уголочек Крутим крышу И выходим на трехходовочку Раз Два Но последний ход трехходовочки делаем жирно Вот и все И никаких перехватов делать не надо Давайте еще раз смоделирую И покажу, как это сделать побыстрее Итак, смоделировать Смоделировал Вот она наша пара Вот он, наш слот Он находится сзади, как можно видеть Итак Еще раз показываю Сначала не очень быстро Р Ой, простите РВ Включаем свет Крыша обратно Трехходовочка И последний ход Жирненько Собственно, вот и все Такой алгоритм позволяет вам Во-первых, набираться опыта в сборке кубика Во-вторых, решать пары без перехватов Тем самым экономить очень много времени, друзья Это подходит Этот алгоритм подходит для тех спидкуберов Которые уже чувствуют себя комфортно на этапе F2L Но хотят развиваться И развиваться в том направлении, чтобы собирать именно 3х3 на скорость методом Джессики Фритриха В общем-то, наверное, все, о чем я мог рассказать вам в этом видео, я уже сказал Спасибо вам за внимание Надеюсь, это видео вам поможет ускориться Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!